Здравствуйте, дорогие друзья! Вот наступил тот великий день, когда я буду испытывать точность своего токарного станка 1А616 после капитального ремонта станины и всех остальных движущихся частей. Были ребята, которые весьма скептически относились к моему методу выставления оси передней бабки, а также совмещения оси передней и задних бабок. В этом видео постараюсь вам показать, оба способа. То есть покажу классический способ, с помощью которого проверяют, насколько конусит пруток, проточенный без подпора задней бабкой. Протачивается на приличную длину и потом измеряется микрометром, смотрится на сколько конусность. То есть на сколько ось направляющих совпадает с осью шпинделя. А ось шпинделя как раз и выставляется с помощью передней бабки. Также постараюсь показать проточку длинного прута на всю длину станины. С помощью этого метода после проточки можно будет проверить ровность направляющих станины. Ну и вообще, какую точность дает станок. Потому что можно в разных местах замерить микрометром диаметры. И сразу все станет понятно, качественно получилось или не очень. Для испытаний ребята выбрал такую довольно толстую болванку. Диаметр ее 53 миллиметра. Я ее здесь прошел, потому что она была вот такая вся ржавая, кривая. Я ее здесь прошел, чтобы можно было хорошо закрепить в патроне. И буду делать контрольный проход. Контрольный проход будет на 200 миллиметрах. Надо еще немножко выдвинуть. И так, друзья, сделал я окончательный проход. Сейчас мы будем проверять, что же получилось. Для начала отмерю 200 миллиметров. Штангена длинного у меня нет. Воспользуюсь линейкой. Вот между этих двух точек это как раз и будет 200 миллиметров наш размер. Воспользуюсь 2 микронной скобой, ребята. Хотя можно и микрометром. Давайте микрометром сначала. Какой здесь диаметр получился? Диаметр у нас больше 50 миллиметров. 50 с половиной. Значит нужен микрометр 50-75. Измеряю сначала вот здесь. Видим ноль. Это не ноль, это 50 и половина миллиметра. Ну ладно, здесь померяем посредине. Посредине, как мы видим, ноль с небольшим. Ого! Ну и здесь пробуем. Здесь тоже ноль, ребята. Ноль и три микрона. В минусе. Теперь точно надо двухмикронной скобой измерить. Посмотреть, сколько конусность здесь у этого вала. Её, правда, не так просто здесь настроить. Но я попытаюсь. Выставил скобу, ребята, на ноль. Все мы видим, вот он ноль. Теперь меряем вот здесь. Здесь видно, что в минус, в минус на 4 микрона. На 3 микрона ушло в минус. Пробуем посередине. Посередине в плюс на 4 микрона. Здесь в минус на 3. Здесь в плюс на 4. То есть видно даже, что уже направляющая не совсем всё по ровному шло. То есть гуляет где-то в пределах одной сотки. Там ноль. Здесь ноль. Здесь 3 микрона в плюсе. Надеюсь, ребята, вы всё видели, что всё в нолях. Микроны мы не считаем. Микроны вообще-то на шлифовальных станках уже снимают. На токарном тут дело идёт о сотках. И как видим, шпиндель, по крайней мере, весьма параллелен направляющим. В конце видео, ребята, будет ссылочка на то видео, где я выставлял переднюю бабку. И как раз вы увидите тот способ, с помощью которого я это делал. Ну и также я там центровал, по-моему, заднюю бабку. Выложу и это. С этим мы разобрались. Теперь нужно разобраться, как же суппорт ходит по направляющим. И насколько соосна задняя бабка. Для этого я сейчас поставлю очень длинный пруток на всю длину станины. И мы будем его протачивать на всю длину. Вот так вот, ребята, выглядит это безобразие. Я практически вручную начинаю центровать центровкой. Потому что страшно с таким вылетом. Можно теперь включить на малых оборотах и засверлиться. Сталь, ребята, непростую я выбрал для проверки, но у меня другой нету. Видите, 40ХН. 2МАШ. Диаметр 75 миллиметров. Сейчас поставлю центр вращающийся. Видите, даже еле влазит она сюда. Нужно отодвигать заднюю бабку. Так, это сюда. Ну а центр вот сюда. Задвину как можно дальше. Чтобы крепче сидело. О! Вот так. Раз. Поджимаю. И фиксирую. Вот так, друзья, все это дело выглядит. Болванка килограмм 25 примерно. Весьма тяжелая. Сталь непростая. Поэтому обработка на низких оборотах. Обороты около 100. Диаметр 75. Включаю подачу. Подача на самых малых. И поехали. Очень даже неплохо шелестит. Спускать в стружку эту болванку особого желания нет. Но есть желание проконтролировать ее размер. И проконтролировать, какую же точность имеет мой станок. После проточки такой болванки все сразу станет ясно. Суппорт, кстати, пришлось выкрутить максимально вправо до упора. Дальше он уже не двигался. То есть это максимальная длина болванки. Возможная на данном станке. Но сейчас быстренько пойдет проход и мы посмотрим и обсудим все это дело. Все, ребята, вал проточен. Можно его теперь измерить. Долго, конечно, я его протачивал. Начнем, ребята, с измерения длины. Длина у нас порядка 630 миллиметров. Теперь берем микрометр и замеряем диаметр. Записывать буду только сотки. 30. Измеряем рядом. 31 Измеряем рядом. 32 Так, дальше. 32 Дальше. 32 И в конце. И в конце. Тут 31,5. Пускай будет 31,5. Перемеряем здесь, возле патрона. Что-то тут как-то мало получилось. Здесь 31. Видимо сильнее надавил. Ребята, для чистоты эксперимента еще раз. Все перемеряю. 31 Все правильно. Здесь 31 с небольшим. Здесь 32 32 32 32 32 31 Тут что-то чуть меньше получилось. 31 А было 31,5. Чтобы среднее арифметическое получилось, нужно несколько раз измерить. Вроде бы все примерно одинаковое. Вот что получается. 31,31 32,32,32 31,5. И один раз 31 здесь получилось. В общем, смотрю я, что тут не больше сотки разница. Получается, ребята, учтите, что подперто в центр задней бабки и произведена проточка на всю длину. Получается разброс данных всего лишь на всего в одну сотку. Что я считаю весьма хорошим результатом. Причем обратите внимание, вот здесь получается в середине немного больше. В середине жесткости меньше, но хотя я не думаю, что такую болванку могло отжать. Но все-таки. Ну согласитесь, результат для такого станка в принципе превосходный. Для самодельного ремонта направляющих. Много скептиков шабрения было. Но как видите, результат налицо. Очень мечтал я снять такое видео и показать вам, ребята, что же получилось. В общем-то на этом буду закругляться, выводы сделаете сами. Можете посмотреть мои видео про шабрение, как это все происходило. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех благодарю за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok